снова привет вчера мы покрасили автомобиль красили переходом стойку я показывал вот мы покрасили сегодня я покажу как он это все дело сполируется если вы вчерашний урок смотрели заметите по-другому переклеили почему я это сделал потому что как бы я клею пленкой чтобы быстрее мне так удобно но на пленке остается сухая краска когда она подсыхает она отшелушивается с пленки и когда ты начинаешь снимать эта краска липнет на машину что потом тяжело сполировывается ну и вообще убирается тяжело вообще если вы отклеите какой-нибудь локальный кусок вам надо покрасить да лучше отклеить сначала газетами а потом уже пленочкой потому что с газеты газета впитывает и от нее краска так не отлетает это одно что я еще хотел сказать вот тут у нас мушка попала я покажу как убрать эту ножку пыль ну и как затереть как полирать чтобы стереть под переход чё нам для этого нужно машина белая как не пытался приблизить перехода практически не видно и вот тут тоже не вижу особо ну сейчас сам принципе вам покажу чтобы не было чтобы у вас не забивалась шкурка нужно затирать с водой шкурочкой 2000 вот таким брусочками с пробки то есть делаем бутылочки дырочку без всяких пальтов если у всех под рукой чуть-чуть смачиваем смываем чтобы пылинки вас не попали и круговыми движениями вокруг того места где у вас переходик затирает осторожно не попадайте на края края сильно не трите трите все время как бы на край вот если у вас у нас тут ребрышка поднимаем так чтобы шкурка съезжала с края а не заезжала на край тут вот у нас попала мушка это не беда попала она на лак то есть если уже на лаке это не страшно страшно на базе но базу мы всегда перед покраской лака убираем салфеточки берем вот такой брусочек то может там пластиковый взять вот обычный брусок почему брусок здесь нужна твердая поверхность если вы будете тереть мягкой поверхностью то есть она вас будет царапинку объезжать и вы протрете вокруг нужно твердая поверхность и вот такими движениями легкими по чуть-чуть сначала как бы сверху убрали и потихонечку убираете пока она не исчезнет но так чтобы не протирать лак поверхность мы замыли она у нас имеет полностью гладенький ровный материй слой поверхность готова к полировке полировать нужно вот такой машинкой полировочная машинка многие путают с болгаркой она действительно очень похожа на болгарку по форме но она имеет немного другие свойства оборотов не в два раза меньше то есть оборотов не 6 800 а 3000 максимальная и минимальная то есть минимальные вот обороты как вы видите потихоньку она может крутиться вот этой кнопочкой тут увеличиваешь уменьшаешь обороты для чего это нужно обороты нужны меньше чтобы вы не спалили лак то есть при трении лак нагревается плавится и вы его можете просто снять то есть перетереть стереть так что пользуйтесь так именно такой машинка не болгарка уж я уже встречал случае когда люди одевали на болгарку ну там дело было конечно им повезло они одевали вот этот круг включали болгарка маленькая 11000 оборотов круг просто вот это поролон слетал да еще вот круги бывает нескольких видах белый круг он идет самый жесткий потом идет такой оранжевый но с желтыми оттенками он идет средний и идет еще черный круг он идет самый мягкий белый круг в основном нужен для грубой полировки вот как мы сейчас начинаем желтый он так для средних а черным обычно ну последние слои когда уже конечный это их как ее полиролькой пользуешься ну там g10 g6 вот им и мягкий круг еще хорошо на поворотах на перегибах чтобы то есть если не на опыте край можешь перетереть как бы я тру почти всегда этой шкуркой ой кругом черным еще и черным пользуюсь среднем не пользуюсь ну для того чтобы отполировать как бы мы помыли поверхность вот эту часть мы затерли затерли что последнее время все время заговариваюсь мы берем полироль полирольку можно не понтоваться брать любую в данном случае я беру фореклу вот g3 это как бы первым слоем я тру небольшим слоем намазим его много намажите ничего страшного смотрим чтобы песчинок не было круг до этого помыть протереть чтобы он вас так вот трогайте если до этого полировали чтобы он у вас не был сухой и выставляем маленькие сначала обороты чтобы размазать размазали и начинаем полировать уже замечательно семьи ну Продолжение следует... Ну, как вы видите, сам процесс с машинкой не занял много времени, так как у нас все было двухтысячное обработанное и слой на пыло был тоненький, то есть мы его свели на нет. Следа нету. Меряй хоть спектром, там задают вопрос им хоть чем. Следа не будет. Вариант железный проверен. И после того, как мы полиранули, теперь нам надо навести блеск. То есть блеск у нас уже наведен, но остаются разводы от полироли. Чтобы их убрать, тоже сейчас вам покажу. В данном случае я пользуюсь вот таким молочком. Но это не суть важна, они черепашка, видите. Оно идет там на восковых основах. В данном случае я пользуюсь им. Они бывают разных цветов. Ну, цвет он не суть важную роль играет. Вот в данном случае мы серые, будем белую машину крыть. Цвет играет в том случае, если вот машина белая, допустим, а это у вас черная или другие цвета. А на машине есть маленькие сколики, царапинки. То есть если машина не покрашенная, допустим, а вы просто старую машину хотите подновить, а на ней есть сколики, то эта паста другого цвета забьется в эти сколики и будут точечки небольшие. Что как бы неприятно. Вот, намазываем. Вам так даже виднее будет. Вот этот участок мы полировали. И чуть-чуть даем ей подсохнуть, чтобы она была чуть-чуть матовая. Летом, конечно, это сложнее, потому что она быстро высыхает. Все, берем тряпочку хбшную. Размазываем. И втираем вот такими движениями. Втираем, растираем. Ну, посматриваем. Ага. Так вот. Сейчас я вам на просвет покажу. Все, разводов нет. Ну, вот, как вы видите, все блестит. Не знаю даже, как снять. Свините, машина била. Ну, как бы, перехода нету. Это вот тень наша падает. Переходика не видно. Так, сейчас. Вот. Ну, как вы видите, ничего сложного нету. Все это можно сделать самому. Главное, не торопиться. Не бояться испортить. То есть, когда боишься, у тебя руки по-другому работают. Расслабьтесь, испортите, не беда. Всегда можно переделать. Никто вас за это не убьет. Ну, как бы, даже и у нас бывает, что получается так, что не получилось что-то. Там, как вот у меня вчера, если вы видели, пистолет дал большое давление. Ну, что поделаешь. Расход краски увеличивается, пыли больше. Ну, в данном случае мы красили на улице. Площадь открытая. Пыли нету, так как дождик прошел. Поэтому, как бы, покрасилось нормально. Ну, то есть, в гараже, вот, многие дают, как покрасить машину в гараже. Если я крашу в гараже машину, машину никогда не надо стараться покрасить полностью в гараже. Ну, лично я снимаю, мне так удобнее. Я снимаю бампер, багажник, я крашу отдельно. Потом снимаю двери, крашу отдельно. И уже осталось, что машина, крыша, проемы, там крылья уже в гараже. Гараж предварительно заливаю водой из бараночного пистолета, вот, которым пороги задувают, стены поливаю. Нормально. То есть, ну, кто следит за мной, я, знаете, строю сейчас камеру. Первые уже, как бы, курсы я показывал. На днях будем уже продолжать, будем уже саму вытяжку ставить. То есть, тоже сниму, выложу это. Кому интересно, можете посмотреть. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. На канале я, еще раз повторюсь, проверяю почту ежедневно, по вечерам. То есть, отвечу всем на вопросы. И, как бы, в течение суток вы получите ответ. Если кому-то что-то не ясно, вот, в данном случае я этот урок сделал именно для человека, с которым я переписываюсь ВКонтакте. То есть, мы немножко на словах, я его не могу понять. Он, может, меня не так понимает. Вот я сделал этот видеоурок, думаю, ему это поможет. То есть, одному человеку поможет, уже хорошо. То есть, ну, и вы, кому интересно, обращайтесь. Кто хочет сделать свою машину, как бы, в гаражных условиях. И, при этом, сильно много денег не вкладывая, все можно сделать своими руками. Пробуйте, экспериментируйте. Учитесь на своих ошибках, желательно на чужих. Пробуйте, и все получится. До новых встреч!